Мы являемся, крымско-татарский народ, обладателями уникального культурного наследия. Очень на высоком художественном уровне в течение трёх веков становление, развитие, формирование крымско-татарской культуры относится к ханскому периоду. Это в течение трёх веков. Это начиная со второй половины XV века и вторая половина XVIII века. Три века. Здесь получили развитие очень широко музыкальная культура, устно-народное творчество, литература, поэзия, театр, декоративно-прикладные виды искусства. Ислам налагал определённые ограничения в изображении человека и живых существ. Поэтому вся сила народа была направлена на развитие декоративно-прикладных разновидностей искусства, если мы имеем в виду изобразительное искусство. И вся вот эта сила, она, конечно, очень пышно и ярко стимулировала развитие таких видов, как вышивка, ткачество, ювелирное искусство, художественная обработка камня, дерева, кожа на очень высоком уровне в Крыму получила своё развитие. Когда зарождалось традиционное, формировалось искусство, наиболее выразительными образцами крымско-татарской культуры является художественно обработанный камень, свидетельством к чему является надгробный баштаж, каменные надгробия на территории Ханского дворца. Здесь добились наивысшего художественного уровня, на хорошем, очень высоком художественном уровне. Можно так сказать, графическое искусство, Дипломатическая переписка крымских ханов оформлялась туграми, то есть определёнными знаками. Это выполнено на очень высоком графическом уровне, то есть это всё мелодично, гармонично, и по цвету, и по линиям, и по составлению этого орнаментального арабской вязью, сделанных орнаментальных концовок и заставок. На очень высоком уровне в Крыму на очень высоком уровне было оружейное искусство, оформление. На высоком уровне получило своё развитие кожи, тиснение по коже, изготовление разнообразных изделий, в первую очередь обуви. И чуруксу, которая протекала в Бахчисарай, мимо, недалеко от Ханского дворца-музея, было известно именно тем, что в протяжении многих сот метров располагались кожевенные заводы. И по цвету кожи могли определить, например, к какому сословию относится женщина, мужчина. По почве женская обувь ещё украшалась определённым орнаментом. Это вот говорит о том, что было всё очень изысканно, очень красиво, достойно, выразительно. Не отличалось всё то, что выполняли наши мастера, крикливостью, яркостью такой. Не было кричащих, контрастных цветовых соотношений. Например, обувь жёлтого цвета свидетельствовала о том, что человек принадлежит к очень высокому сословию. Сара – это цвет золота, и поэтому одевали именно вот… Это очень дорогая была обувь. Если мы перейдём к одежде, очень богатой, очень выразительной, традиционной одеждой. Крымских татан. Если красный цвет, значит, это обладатели средней полосы. Если более светлых тонов, это одета женщина в платье розового цвета. Это представительность союжного бережья. Если тёмно-красного цвета, это степной части. Плотная ткань, не с плотной тканью. Опять степная часть, нежные, лёгкие ткани, южнобережная. Следующий цвет – зелёный и фиолетовый. Праздничные платья, наряды шились, предпочтение отдавали именно вот этим цветам. То, что характерно для крымско-татарской культуры, это камерность, это благородство, выразительность, сложность рисунка и в то же время при восприятии это очень всё гармонично, красиво, легко и воспринимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова